так получилось что сегодня мы ездим по закупкам для цеха и проезжали сейчас мимо выставки домов зодчий первый раз увидели хотя проезжали по этой дороге несколько раз уже в общем сейчас пойдем сделаем с ним небольшой обзор в интернете хвалят дочь сейчас посмотрим из чего они сделаны в общем не знаю точный адрес потому что просто мимо проезжали но находится недалеко от торгового центра коламбус если что по карте можете посмотреть в общем сейчас покажем что там и как в общем вот они домики сейчас как минимум посмотрим что более или менее симпатично и будем заходить смотреть спрашивать и снимать где что и как по расположению даже можно кредиты брать на дома а еще лично мне вот в домах например и в квартирах особенно не нравятся вот такие эркеры когда делают ну не знаю конечно лично у всех разные предпочтения вот например если это маленький эркер то вот такой тонкий 3 миллион но это какой-то минимум здесь видимо в принципе против эркера особо ничего не имею против если там грамотно поставили по мебели и непосредственно карнизы и шторы ну то есть если все это не испортили внешне опять же у всех разные предпочтения а кому-то очень даже нравится все а а а а а а и а и а и и Конечно, идея с мебелью Довольно интересно Сразу понимаешь Хватит ли на всё это место или нет А то, когда по пустому дому гуляешь Не особо есть представление Как он будет потом с мебелью Кстати, здесь эркер Такой не сильный радиус угла И он вполне очень аккуратно выглядит Обычно он как-то Обычно или радиус угла сильный Или как-то сделан А это, кстати, ничего Так внешне по сборке выглядит По качеству сборки, я бы сказала Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Тут это Сауна Ванная комната А, ну это такая мини домашняя сауна Малочка И квадратура комнат, например, мне прям нравится Не такие уж они маленькие Какие-то вандалы Свечки оторвали Поломали Вообще по дизайну выглядит прикольно Хотя по квадратурам помещений Тоже хорошо смотрится Ей-богу Сначала обхайлайкер А вообще здесь он вполне аккуратно сделан Так, какой Причем не сильный такой Радиус угла Хорош Мне бы менеджером Я бы насчет этого домика пообщалась Я так понимаю, это что-то, да, типа Наверное, какой-нибудь или санузел второго этажа Или гардеробная комната Да, в принципе здесь прикольно Только может потолки уже сделать Слушайте, ну здесь даже мансардное окно В принципе вообще в легкой доступности Я вот рукой спокойно достаю Ну и почти бы открыла Слегка дотягиваться пришлось бы Это если ставить плясышки здесь Или какие-нибудь кафе Чтобы натягивать Вполне комфортно И даже, если честно Меня не сильно смущает Вот этот низкий радиус угла То есть Как бы вот При моем росте Вот он примерно Просто, наверное, квадратура помещения Здесь вполне адекватная Поэтому не смущает Обычно такой низкий потолок Прям выводит из себя Хорош Прям хорош И еще одно небольшое помещение Вот единственное, что Здесь окошко будет сделать побольше И прям круть Ну что, пойдем поищем С кем можно пообщаться По поводу этого дома Или хотя бы контакты Посмотрим Я, конечно, терпеть не могу Второй свет Бесполезное используемое помещение Но здесь вполне гармонично Так еще ничего И количество комнат Вполне адекватное Пойдем дальше Слушайте, ну в принципе Внешне С фасада Мне как бы не сильно Понравился дом Но по количеству комнат И в принципе Их расположению Очень даже Из всего того, что мы видели Пока я бы сказала Этот прям норм И квадратура У него 211 квадратных метров Это прям вот То, что нам надо Дом по фасаду Выглядит, конечно Довольно дешево Я бы сказала Ну, во всяком Сейчас отделка именно Сейчас посмотрим Что там внутри Узенькая прям Прям-прям узенькая Прихожая Я так понимаю Это, наверное, техническое помещение Или какой-то санузел Маленькое вверху окошка Скорее всего санузел Знаете, мне что здесь нравится Здесь, походу, заморочились С внутренним дизайном И вполне квадратура Очень сильно низко Здесь прям с легкостью Можно опрокинуться Вон Андрею Даже не по пояс И размер кухни Гостиная Столовая Именно по квадратуре Я считаю маловато Но это мое личное мнение Ой, эти миленькие Коротенькие шторки Здесь количество комнат Меньше, чем нам нужно Сейчас покажу Это до окошка Действительно Удобно Они будут вот эти вот штуки давить? Морально, так скажем Это декорная Крыша Вонная маленькая Получается на первом этаже Но здесь я вообще не знаю Один квадратный метр Ну, полтора Нормальный санузел не поместится Максимум душевая Внизу это очень тесная Опять же У всех разные предпочтения Так-то, конечно, хорош Мне понравится То, что здесь хотя бы С положением мебели И понимаешь Хотя бы квадратуру Что у тебя поместится А что нет И будет ли тебе здесь тесно Или вполне адекватно Твоя ценочка Да Можно дальше Во всяком случае Я не могу сказать Вот как в других домах были Качество сборки Внешне даже видно Что так себе Здесь более или менее Вот здесь Более-таки Нет скошенных Окон Которые мы так Так не очень-то и любим Хотя, в принципе Именно по оформлению шторами Скошенные окна Наверное Одни из самых Любимых Они красивее всего Получаются Погнали дальше Каркасная технология Клееный брус Мне кажется Это минимальная Какая-то стоимость Явно там За то, за то, за то И цена будет Раза в два Как минимум А то и в три Выше Вполне Просторная Прихожая Однозначно Ставить другую лестницу Это точно будет Хрупенькая Я могу точно сказать Было бы идеально Если бы на полу Здесь была наклейка С квадратурой помещения Было бы легче ориентироваться Ну, вполне По размеру Более Более Или менее Само же Здесь, конечно, полная глупость Посмотри Покажи Это вообще-то Полнейшая Хирокин Вон то окошко Еще и открывающийся Лучше бы его сделали Таким же глухим Таким же большим Высоким Надо вот точно Такое же Повторить и здесь Это уже будет Более-менее Вот это Полно Так вообще Бесполезно Тем более Открывающийся Как правило Вообще Этими окнами Второго света Даже Это только грамотно Сделано Расположение Только если Панорамное Сделать Тут можно Поставить кухню А здесь Просто Объединенный дом Вот здесь Как минимум Хотя бы Объединенный дом Чтобы мы кушать И смыть в лес Но здесь Получается Вход Вход в дом С этой стороны Получается Тогда Эта сторона Должна смотреть На лес Короче Надо подумать Как правильно С какой Вход Пусть Вход будет здесь Для кухни Вполне Так Места По-моему Достаточно Во-первых Они Вот это Узкое Бесполезное Окно Честное Слово Узкое И бесполезное Или сделать Два Широких Или лучше Одним Огромным Окном В идеале Вот поверьте Даже Потом По оформлению Даже Потом По мебели И по количеству Света Которое Будет в помещении Спасибо Нашей Великой Профессии Замечательной Что У многих Клиентов Побывали И от Многих Слышали Разные Комментарии По удобству Да Размер Вполне Вот здесь Кстати Маленький Кабинет Вполне Был Влез Мне нравится Что Хотя Быть Цвет Стен Дерево Хотя Крашеная Светленькая Светленькая Не темная Здесь тренажерка По 100 Комиссия Ты уверен Что ты готов Тренажеры Наверх Тащить Можно Внизу поставить На ванну Здесь получается Санузел Второго этажа Понятное дело Какие маленькие окна Примерно Примерно Насколько Больше Сделал Докуда Насколько Больше окно Сделал Докуда Увеличить И вот здесь Вот эти окна Раздвинуть Немножко Между собой Ну или хотя бы Вот это окно Выдвинуть сюда Двухое сделать А здесь Здесь же у нас Нет фасада Сразу Нет дома Сразу То есть Вот это окошко Можно было бы тоже От угла Просто отодвинуть Чтобы света Было больше Ладно Поменять конфиграцию Можно всегда А вот размер Квадратора Помещения Вполне Очень даже нравится Это конечно Плюсик Еще одна комната Наверное Для кабинета Можно даже Два кабинета Поставить Как минимум Комментарий Людей Кто во многих Домах побывал Делать больше окна По размеру Сразу Вот это узкое Тоже бесполезное Я конечно понимаю Может быть они Прорабатывали Дизайн фасад Так что Тебе Не с фасада Было красивенько Смотрелось А чтобы тебе Комфортно было Жить и удобно И если честно Вот я не любитель Второго света Я бы вот здесь Лучше сделала бы Еще одну дополнительную комнату Вот честное слово Сделать бы вот здесь Добавить внизу Одно окно Чтобы больше света было И вот здесь Увеличить окно Как минимум И добавить Лишнюю комнату Абсолютно бесполезное Используемое пространство Никогда вы их Не залезете сюда Толком помыть Никогда их Особо никто Не оформляет Шторами Нет оформляют Но вот проблема Потом чтобы их Снять Постирать И обратно повесить Прям великая проблема Бесполезное Используемое помещение Лучше сделать еще одну комнату По оформлению окон Погнали дальше Ну вполне Сейчас количество комнат Посчитаю Насколько удобно для нас Вот он фасад дома В который мы сейчас заходили Ну знаете Вполне по расположению По количеству комнат Как минимум Вот по цвету Сочетанию фасад Беленький и серенький Очень даже Единственная проблема Этого дома На многих форумах Пишут Это вот эта Вторая юнда Куда ты выходишь На балкон Потому что Когда идет В Москве Огромные стенгопады Там скапливается Снег И потом начинает Левая плечень И вот Промыкает Это про балкон сейчас? Да, про балкон То есть он по сути Он бесполезный Ну как бы он Как бы он как бы красиво Для понтовы сделали А в плане эксплуатации Это полный геморрой Пошли посмотрим Ой Я тоже споткнулась Отомстить нам сразу решил Маленький такой Тамбур небольшой Слушай, ну не зря их хватит Мне прям нравится Как там и тут раньше не были Это маленькое Это, наверное, Техническое помещение Типа котельной Обокрыватель Здесь, наверное, бойлер стоит Должен, на всяком случае И везде какие-то Маленькие Крутые лестницы Как туда поднимать Мебель, кровати И прочее В принципе Размер комнаты Тоже вполне адекватный Опять пленоское окно Если честно Это же в спальне Просположу на первом этаже Чтобы не шарахаться Каждый раз По этим лестницам Санузел Первого этажа Здесь сразу что Только душевая, наверное, встанет Сама ванная прям По размеру не факт, что влезет А вот это уже, да Ближе к костюме Вполне абсолютно адекватный размер Очень даже Сейчас я здесь сниму Единственное, что Я бы точно зрительно Чтобы сделать помещение шире Предложила бы Вот здесь немножечко Подвинуть вот этот кусочек Стеночки Выровнять Убрать лишний вот этот кусок Зрительно Он наоборот Даст больше света Вот в это помещение Это первое Здесь я понимаю Что, конечно, больше Кухонная зона Зона кухни Но тем не менее Будет больше света И здесь уже, видимо Гостиная-столовая Мне не нравится Он как-то неправильно Конфигурирован Чуть не для нас Или наше Ну, всякие разные предпочтения Нужно всегда обращать им внимание Это большой косяк Потому что там Никогда у него ставить Нормальный корзист Никогда не Ну, сделайте красиво По оформлению даже Вот и со шторами Угол, он выше От этого угла То есть это уже неправильно Они должны В принципе Хотя бы на одном уровне быть А эта часть Должна быть поднята То есть, как минимум Мы здесь не поставим Вот такой Даже если ровный поставим Мы упрёмся сюда И придётся огибать И повторять Но и внешне Вот поверьте Вот повторить вот эту форму Это вообще будет Что попало Если не повторять А сделать просто вот так Со скосом То же сам этот угол Будет очень сильно На себя акцентировать внимание Тоже будет выглядеть Что попало Короче, внешне Вы его красиво Не оформите Могу точно так Сразу сказать В принципе Кмодература Помещений норм Более или менее Но вот эти углы Однозначно нет Погнали дальше Здесь тоже Санузел второго этажа Мансардное окошко Ну, в принципе Вполне так Кругой достать Можно будет Вполне комфортно Небольшой, правда Маленький Крохотно Я бы даже сказала Угу Имеет два входа А, это два разных Самузла Что-то я покупала Здесь немножко Побольше Пошире Я так понимаю Видимо, это помещение Используется как Основная хозяйская спальня Со своим личным Санузлом Поверьте мне Штука удобная Ну и тоже Вполне Имеет место быть Квадратура хорошенькая В принципе Вот эти углы Их Можно обговаривать Как и там Мне, пожалуйста В комплектацию Без вот этих плинтусов Без пластиковых Или там Я хочу без ваших дверей Свои буду ставить Можно также, наверное Подкорректировать Я так полагаю Размер окон И прочего У нас эти углы Получаются Конкретно в этом дому Присутствуют Во всех практических Комнатах Вот второго этажа Вот здесь Вот здесь И в комнате Вот здесь Вот угловой Вот здесь Ну, канва Это такой Маленький совет Как бы Предостережение От проблемы С которой вы точно Столкнетесь Красиво Никогда не оформите Будет очень сильно На это акцентировать Нимание Для людей У которых на это Очень Таких перфекционистов Как я Или Андрей Глаз будет дергаться Так вот Опускать балку нельзя То есть она должна Быть выше на метр Вот как она сейчас стоит Еще прибавьте Вот так вот должно быть Ну, можно За дополнительную стоимость Увеличить высоту потолков Соответственно И поднять выше Вот эти вот основные Балки Вот они сделают Под потолок Даже если Сделать Это неправильно Нужно их поднять Выше потолки На метр И потом сделать Крепление Под потолок И взять красивую сторону Тогда будет эффектно А так И высота потолков Честно скажу Я бы немножко Добавила Ощущение Что здесь он низкий Но опять же По пожеланию Всех личные предпочтения Хотя в принципе Домик у плюс С маленькими минусами Сразу я сказала Что будем ли сюда заходить Как бы с виду Дом кажется маленьким Хотя Андрей сказал С виду Дом 170 квадратов Я не уверена Что эти цены Прям реально актуальны Прихожая зона Сразу здесь помещение Я так понимаю Это запасной выход Какой-нибудь Техническое помещение Слушайте У него прям хороший размер Обычно технические помещения Делают какие-то маленькие Это прям хорошее Но это для тех Кто любит Наверное Дорого-богато Нет Это Взрых мозгов Если поживешь С неделю С ума сойдешь С татуэткой Законишь Вполне квадратовое помещение Можно здесь Спокойно Будет расположиться Даже по квадратуре Тут понравится Где этажи Квадратов меньше Но пахнут и больше Санузел первого этажа Единственное Но Могу точно сказать Что будет Не совсем удобно Если здесь Будет само застолье Здесь достаточно Не сильно комфортно Будет по расположению То есть человек сел И будет практически Упираться в мебель Поэтому в идеале Это нужно Немножко вот туда Выдвигать Выносить Ну или ставить Стол меньше Ну хотя в принципе Куда меньше Он и так Наши эсперсон Надо выше Можно же по комнатам Посмотреть По количеству И квадратуре Но опять же Здесь вопрос К расположению Именно по крыше Добрый день Добрый день А вот крыша Где вернее второй этаж Полностью Где крыша Отвратительная Конечно Кто-то скажет Что вы обхаяли Это точно С чем придется Столкнуться Это будет В полной комплектации С на 5-5 миллионов В полной комплектации Это идиотипно Но он того Наверное не стоит Я бы сказала Погнали дальше Еще один домик В который мы не зашли И по-моему Еще один тоже Остается Вот этот дом Это 150 квадратных метров Андрей тоже сначала Сказал маленький А потом в принципе Ну Более или менее Закрыто Здесь на новости Ладно Вернемся Сейчас С продавцом Консультантом И Вот этот Еще белый серенький Мы в него не зашли Рассказала Когда женщина Они ее рассчитают Сразу Погнали Музенькая прихожая зона Если правильно понимаю Вполне вероятно Такие балки Еще ставят Как Крупу Да Да Как Я не знаю Когда балки Без которых Да Балки без которых Не обойтись Якобы Это можно Обойтись Но Так не надо Маленькая прихожка Какая-то вообще Маленькая 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 гостиная По размерам Столовая зона Тоже хорошая Вот здесь Конечно Да Отделено Отдельно Прям Для кухни Достаточно Количества места Для столовой зоны И отдельно Прям гостиная Большая Это прям Здорово Здесь можно Спокойно Угловую Даже кухню Поставить Еще и даже Островок Поместится Ну что Прогуляемся На второй этаж Прям Великий плюс Для всех Выставочных домов Это то Что он здесь Представлен С мебелью Это прям Вообще Прочь Потому что Мы были На выставке В Домодедово Вернее Возле метро Домодедово В Москве И там Есть строительная Компания Авантаж Мы были в прошлом году Там не было Никакой мебели А в этом году Они там уже Кое-что поставили И с мебелью Там сразу ощущение Что очень тесно Сквоз крыши Который я В принципе Не очень люблю Но здесь Абсолютно Не смущает Здесь при моем росте Вот он Вполне адекватный И он не такой сильный То есть в принципе Даже для ребенка Здесь со сквозом Будет вполне комфортно Находиться Луком воняет Маленький санузел Второго этажа Скорее всего Это Хозяйская спальня Как основная спальня И что-то типа Малипусенькой гардеробной Знаете Лучше вместо нее Вот ее бы снести Вот эту бесполезную стенку И сделать здесь Красивый большой шкаф Пользы будет больше Это 100 пудов Ну еще 2 комнаты Вонкнутых Однозначно Стандартная лестница Которая будет в комплектации И потом 100% Нужно менять На адекватную Ну что Пойдем Поищем тогда Продавца-консультанта Может нам посчитают Немножко расскажут В общем мы сейчас зашли Там есть домик В котором сидят Продавцы-консультанты Из свободных был один молодой человек Спросил вам помочь Естественно нам помочь Как бы мы пришли же спросить по ценам Что и как Маленький такой момент Он видимо не сильно заинтересован в продаже Или как бы Не был видимо готов К тому что мы готовы сейчас Хоть обсудить Что и как По комплектации И купить дом На самом деле Ну то есть Он как любой продажник По идее Должен был продать нам дом Или рассказать Хотя бы максимально подробно Поконсультировать Единственное что он сделал Это все зависит от ваших хотелок Это надо чтобы вы пришли Мы все сели Мы все здесь просчитали Хотел нам продавать дом То есть Он видел в нас Не Людей Которые не могут себе позволить Дом То есть Это Это огромный минус Компании Я такого Продавца-консультанта Выдал бы вообще На ужас Ну в общем Момент того Что надо было максимально Продать Предложить Рассказать Он просто говорил о том Что это к архитектору Насчет перепланировки Или же Вот вы приходите Мы садимся Считаем с вами Давайте хоть сейчас Сядем Посчитаем В чем проблема Я проблеми Действительно не вижу Ну вот считай Просрали клиента Ладно Я просто готова Обратиться к другому менеджеру К другому менеджеру Или к другую компанию Так-то дома понравились А сами продажники Не продажники А так Просто менеджеры В общем По доме Комплюс Выставка Прикольная Есть ли чем подумать Есть что в домах переделать Сейчас зайдем по сайту Посмотрим А вот насчет продажников Конечно Ну покажи Вот лидочку О Лидочку Нет уж Забыли упомянуть Сказать Значит стоимость Которую мы снимали При входе в дом Там есть за каркасный дом И за клееный брус К примеру Каркасник Там цена стоит Там два с чем-то миллиона Ну вот Мы когда зашли У продавцов спросить Вот В общем парень Сказал о том Что какой вы планируете Каркасный Там два с чем-то была цена Упоминаю И он сразу говорит Там пять с половиной миллионов Там вот чтобы зашли То есть там скорее всего Без фундамента Без фундамента Без фундамента Даже пять Да Пять с половиной Без фундамента Без этих наличников Без дверей Вообще без ничего Просто как Теплый контур Он сказал Теплый контур По сути это Каркасник Вата Вот эта минеральная И И вагонка Все Больше там ничего нет Ну собственно Опять же То есть Свая Это все отдельно На чем он густает дом То есть Здесь опять же Надо в цене Плюс-плюс-плюс Ну и тогда возможно Покрасить дом Тоже плюсом Надо То есть Сделать отделку сторон Ну так всегда Я понимаю Но цена Как бы это Немножко здесь Обман Да То есть Цену пишут Одну Супернизкую А по факту Это тоже А по факту Это тоже Дороже Выходит в два раза И то Это Не то что Какому-то хорошим Комплектация Просто Написи чехол Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok